Друзья, ну что, всем привет, всем доброго утра. Я смотрю, потихоньку наш зал наполняется. Это значит, что самые стойкие из вас приходят в это непростое утро после автопати. Как у вас вчера прошло автопати? Видимо, очень бодро, я понял. Народ просыпается. Рома, у тебя как автопати прошло? Слушай, я после докладов поехал на работу. К сожалению. К сожалению. Ну что ж, сегодня с нами Роман Полигуев, руководитель фронтенд-разработки сервиса Яндекс.Аренда, и он расскажет нам про GraphQL, и почему же все не так просто. Но прежде чем мы начнем, хочу напомнить очень важную вещь. Нам, как конференции и спикеру в том числе, очень важны ваши оценки, поэтому я напоминаю, что сзади меня есть QR-код, который можно отсканировать и по завершению доклада или в течение доклада поставить оценку. Также я знаю, что GraphQL достаточно интересная тема, поэтому у вас наверняка будут возникать вопросы. И я напоминаю то, как мы задаем вопросы. Вы можете в ходе доклада не переживать о том, что вы его забудете. Там будет ссылочка на Telegram-чат, и вы можете прямо в ходе доклада писать вопросы. Если у нас останется время, мы обязательно на них ответим прямо здесь, с этой сцены. Если нет, то у нас будет дискуссионная зона, она будет находиться прямо и направо, и там вы сможете пообщаться с Романом уже лично в более кулуарной обстановке, особенно если вы вдруг стесняетесь. И также можно будет задавать вопросы голосом, но это если при условии, что у нас останется время. А я, пожалуй, передаю слово Роману и пожелаю ему удачи. Погнали. Спасибо большое, Эрик. Большое спасибо вам, ребят, потому что я тоже попал под дождь, у меня мокрая обувь, мокрые джинсы, но мы все с вами большие молодцы, что приехали. И давайте похлопаем сами себе. И давайте начинать. Меня зовут Рома, сегодня я вам расскажу, почему не все так просто, когда хочешь GraphQL. Пару слов обо мне. У меня много лет разработки, последние пять из которых я провел в Яндексе, запустил, а сейчас уже руковожу фронтендом сервиса Яндекс.Аренда, а еще у меня есть фото создателем КСС. Да, предвкушая ваши вопросы, отвечу сразу. Да, я использую эту фотографию как аргумент в пулреквестах. Пару слов о сервисе. В Яндекс.Аренде мы меняем рынок долгосрочной аренды квартиры. Мы убрали депозиты, риэлторов, недобросовестных участников, привнесли онлайн-сделку, рассрочку арендных платежей и еще очень-очень много других крутых фич. В общем, теперь можно снять или сдать квартиру по кнопке. Минуска нативной интеграции прошла. И давайте мы все-таки попробуем сразу ответить на вопрос, почему мы пошли в GraphQL. Ответ суперкороткий и уникальный, потому что у нас бэкэнд хотел GraphQL. Обычно это клиенты выпрашивают эту технологию, но у нас получилось все обратно. Давайте же поймем, почему. Чтобы это объяснить, мне нужно сделать небольшой исторический экскурс в архитектуру 2021 года. У нас есть бэкэнд, у нас микросервисная архитектура. Все бэкэнды общаются между собой по gRPC, передавая сообщения по Protocol Buffers или по Protobuff. Также у нас есть клиенты. Их очень много. Это и фронт-энд, это и мобильные приложения, это и аналитики. Для всех клиентов бэкэнд сделал общий гейтвей. И все клиенты ходят в него, конечно, по ресту. Мы любим Contract First. В данной архитектуре он был построен на основе Protobuff. В Protobuff мы описывали контракт, генерировали модели, типы и вели параллельную разработку с бэкэндом. Но бэкэнду это не нравилось. Давайте поймем, почему. Первая причина — это потому, что наш REST API стал похож на GraphQL. На слайде ручка, где в зависимости от переданных параметров отдается разный ответ. И в целом вот такие истории очень долго поддерживать. Дорого. А если мы еще возьмем тот факт, что у нас есть мобильные приложения и их версионирование, то это становится драгоценно поддерживать. Вторая причина. Потому что по факту непонятно, какие поля используют клиенты в ответах от API. И отсюда генерировалось много лишней нагрузки на микросервисы. Вообще эта проблема в мире называется overfetching. И о ней подробнее рассказывал Илья Горский в онлайн-день Holy.js. Еще одна важная причина для нашего бэкэнда была. Это потому, что бэкэнд хотел дешево и безопасно эволюционировать наши API. Но процесс выпиливания деприкейтед полей сам по себе очень дорогой. Почему? Потому что у нас очень много клиентов. И если мы индивидуально сходим в каждый клиент и спросим, ребята, вы используете вот это? Все ответят нет, но как только выкатится в бэкэнд, все сломается. В общем, когда у вас команда маленькая, можно закрепить такое сообщение в чатике рабочем, и все будет окей. Но когда команды разработки становятся больше 10 человек, нужно как-то автоматизировать процессы разработки. Ну и в целом, мы как фронтендеры хорошо понимаем, что значит писать на крутых технологиях. Ну вот и наши ребята с бэкэнда решили их попробовать. Что же ответили клиенты на все эти предложения? Графикоэль нам не нужен. Ну не то, чтобы он не нужен. Как я вам уже показал, у нас просто было все выстроено. Контракт фест у нас был, мы генерировали типы, и процессы разработки были отлажены. И мы вообще на самом деле не понимали, зачем нам на это все вписываться. Но мы людям наших бэкэндеров, и поэтому все-таки решили попробовать поэкспериментировать. И сегодня я буду вам рассказывать об интеграции Графикоэль в проекты Яндекс.Аренда, которой 3 года, и Яндекс.Недвижимость, которой уже 12 лет. С чего начать? Я сам не знал, с чего начать, и вышел в интернет с этим вопросом. Прочел какое-то несметное количество гайдов, пересмотрел какие-то доклады с конференции, и суммаризировав их, выдаю вам инструкцию. Надо установить Apollo Client, написать все запросы мутации, сделать эти запросы через hook из query. Все. Вот мой доклад и закончился. Всем пока. Но на самом деле я был удивлен, потому что мы столкнулись с каким-то нереальным количеством проблем, и о всех них хотелось бы подробнее рассказать. И вообще шаг. Начнем с нулевого шага. Нулевой шаг — это когда мы еще не написали ни единой строчки кода. И нулевым шагом при затаскивании GraphQL должно быть это определиться вообще, как работать с GraphQL схемой, или Source Definition Language, говоря умным языком. Есть два пути. Схема first и код first. Чем они отличаются? Они фундаментально, в зависимости от выбора того или иного способа работы со схемой, у вас кардинально изменятся процессы разработки. Схема first.podcast правится схема руками, независимо кем. Она согласовывается со смежниками, и после этого уже делается имплементация на бэкэнде и клиентах. В код first.podcast сначала бэкэнд должен сделать некоторую имплементацию, полную или нет. После этого из этой имплементации сгенерируется схема из кода. После эта схема также проходит процесс согласования, и только в этот момент начинается имплементация на клиентах, и, возможно, доделывается бэкэнд. Схематично это можно представить так. Схема first.podcast, GraphQL схема в центре внимания у всех. В код first.podcast схема связана с бэкэндом, и в центре внимания только у клиентов. А для тех, кто привык воспринимать слайды мемами, также подготовил слайдик. Но вообще серебряной пули нет. В каждом из подходов есть свои плюсы и минусы, которые повлияют на процессы разработки. И вообще эта тема сложная и заслуживает отдельного доклада. И такой доклад был 22 сентября на GraphQL Confi, можно его посмотреть. А также есть полезная статья вообще в Apollo-блоге, она тоже даст понять, что лучше в конкретной ситуации. Наше же мнение к тому, как разрабатывать, менялось течением разработки. Когда мы только все это затаскивали, бэкэнд условно по инерции говорит, давайте схема first, нам так удобнее. Мы в целом еще ничего не понимали и согласились. После одного года разработки наше мнение об этом подходе изменилось. Я бы уже топил больше за схемой first подход, и я расскажу почему. А уже по прошествии двух лет разработки нам уже в целом стало без разницы и решили делать то, как удобнее на бэкэнде. Почему через один год разработки нам показалось, что схема first лучше код first подхода? Потому что любой разработчик может поконтрибьютить схему, а не только ребята с бэкэнда. То есть, представьте, у вас есть фича, вам принесли макет, дизайн, вы сами, как разработчики интерфейсов, можете подойти, сделать pull request в эту схему, она новая выкатится, вы из нее сгенерируете TypeScript типы, модели, все, что вам нужно, и параллельно с бэкэндом можете ее разрабатывать. И вторая причина, по которой мы начали топить за схемой first подход, это потому что у нас начали появляться случаи, проскакивать, когда бэкэнд делал схему с точки зрения более простой имплементации на своей стороне, а не с точки зрения удобства на клиентах. Такое иногда начало проскакивать в ревью. И почему же через два года нам стало вообще без разницы? Потому что с вероятностью 99%, если у вас микросервисная архитектура, то вы в мире GraphQL проэволюционируете до GraphQL федерации. У нас, допустим, есть микросервисы на Java, где схема first подход, на Scala с код first подходом, и даже на Node.js у нас есть какие-то поделки, там вообще мета first подход, но давайте я об этом в дискуссионке расскажу. Давайте мы пропустим, тот момент, когда бэкэнд поднял вам GraphQL сервер, просто вас поставили перед данностью. Вам сказали, все готово, надо начать интегрироваться. И вам нужно понять, как надо интегрироваться. Вообще фронт-энд приложения, фронт-энд приложению рознь. Кто-то делает single page application админники, у кого-то multi-page application, интернет-магазин. В общем, невозможно написать или найти гайд, который подойдет всем. Но попробуем немного дать советов. Если у вас single page application, то проблем нет. Вот как раз используем тот гайд из интернета, который я нашел и суммаризировал. И в этот момент разработчики внутренних админок могут полистать мемы до третьего шага. У тех, у кого multi-page application с backend for frontend частью, давайте я напомню, что вот такое. Это когда у вас есть Node.js микросервис, в который приходит запрос, у вас там собираются данные от других бэкэндов, происходит сервер-сайт-рендеринг, на клиент отдается какой-то HTML, в браузере происходит гидрация. Вот с вот этой архитектурой есть кое-какие проблемы. И сейчас я попью водички и попрошу вас сконцентрироваться. Смотрите, давайте разбираться. У нас есть BFF. Давайте мы его разобьем на слои, или чтобы было проще, представим, что наш BFF — это обычный экспресс-сервер, а слои — это какие-то мидалуары. Вот приходит запрос, у него проходит через мидалуару с авторизацией, есть какая-то мидалуара, из которой мы ходим в сторонний микросервис, собираем данные, после этого у нас происходит стадия СССР, где уже от полученных ранее данных мы рендерим наше приложение и отдаем человеку HTML в браузер. Получается, есть два места, в которых можно интегрироваться. И есть данность, то, чтобы кэмп вонял граф-коэль-сервер. Вопрос. Как правильно ходить в этот граф-коэль-сервер? И откуда? Как вы поняли, есть два стула. Первый способ — это когда мы будем заводить граф-коэль на СССР, точнее, ходить в граф-коэль с сервер-сайд слоя. Какие тут плюсы? Тут абсолютно понятный механизм внедрения. Как раз возвращаемся из того гайда, который я нашел в интернете, к тому гайду, и вот можно делать так, как там написано. Но... А, и еще. В целом, если вы будете осуществлять запросы с СССР, в граф-коэль-сервер, в граф-коэль, вам будет проще заводить потоковые рендеринги в 18-м реакте. Но в нашей архитектуре и в наших условиях появлялся сразу значительный минус. То, что мы автоматически увеличиваем time to last byte. Ну, и в целом скоростные метрики нашего приложения начинали просаживаться. Да и в целом совмещать две архитектуры достаточно тяжело. У нас слои разделены физически. И представьте, вам нужно в СССР завязаться на какую-то логику ответов от рестовых ручек или наоборот. И вообще на этапе СССР достаточно сложно контролировать какие-то тайм-ауты, ретраи и тому подобные вещи. Давайте посмотрим второй способ. Это если мы будем интегрировать граф-коэль на дата-слое. Для нас это получается единое место для работы со всеми сторонними микросервисами. Мы легко контролируем ретай и тайм-аут-полюси. Получаем предсказуемый TTLB. Но то, с чем мы столкнулись, это нехватка open-source инструментария. Об этом я расскажу чуть попозже. Давайте закончим вот этот шаг. Вы где-то уже это слышали, но серебряной пули нет. И это еще одна интересная тема для доклада, как правильно синтегрироваться с граф-коэлем на BFF. Но я дам пару советов. Если у вас есть какой-то слейк времени ответа ваших фронтовых микросервисов, то надо делать отправку у GraphQL из того же места, где выходите в REST. И совет номер два. Если вы в каком-то виде задумываетесь о рендер to pipeable stream в 18-м реакте и хотите выжить из этого рендер-метода все соки, то так или иначе дожидаться всех запросов нужно будет в сервер-сайт рендеринг слое. И в этом случае я бы вообще посмотрел в сторону Next. Первый день Holy.js очень много о нем говорили. Но мы самураи, мы сами настраиваем сервер-сайт рендеринг и не хотим затаскивать Next. И мы выбрали интеграцию в GraphQL на дата-слое из-за одного единого аргумента. Не хотели менять архитектуру нашего приложения. И конечная картинка получилась вот такой. Давайте чуть-чуть отдохнем и можно снизить немного градус нашего вовлечения. Инструментарий это как раз та проблема, о которой я говорил. Нехватка open-source инструментария. Мы поняли, как нам нужно и в каком месте в BFF ходить в GraphQL сервер. Сейчас мы ответим на вопрос, как ходить. Мы зашли опять в интернет, нашли несколько open-source решений. Apollo Client, Relay, URL Queue, GraphQL Request. Но все эти клиенты по тем или иным причинам нам не подошли. Давайте я вам расскажу по каким. первое. Какие-то клиенты были изоморфны, то есть они умеют работать и в браузере и на Node.js, поэтому они не умеют в чисто Node.js фичи. Давайте вспомним HTTP модуль класс Agent. В некоторых клиентах достаточно сложно настраивать observability. Выбрасывается ошибка какой-то n-ной вложенности из непонятного места, а с трассировкой так вообще беда. И третий минус это клиентское кэширование. Давайте вот сейчас не путят. Это не то кэширование, которое в браузере как на клиенте. Это то кэширование, которое предоставляет клиент GraphQL на сервер сайт рендеринге. Что же тут не так? Еще раз вспомним нашу архитектуру BFF, где у нас осуществляются запросы в GraphQL сервер, и некоторые клиенты предоставляют так называемый легконастраиваемый кэш. Но в реальной жизни все немного сложнее. У нас есть какой-то балансировщик, у нас есть много инстансов нашего приложения, и такой кэш получается на нашем SSR будет для каждого инстанса. и это неэффективная история. Эффективно, когда кэш распределенный. И в целом кэширование, которое предлагают клиенты, не подходит для SSR, но он без доработок. Но оно отлично работает в браузере. В общем, мы решили написать свой клиент. И написали. на самом деле тут ничего сложного. Берем готовый HTTP клиент, делаем фасад для работы с GraphQL запросами, а хаб кадров клиент готов. Готов поговорить с вами в дискуссионной зоне. Ну, конечно, не так все просто было. Там и HTTP агент патчили, но отдельная тема. Мы разработали клиент. Вот основные фичи, которых нам не хватало и которые мы поддержали. Он ходит по IPv6, он умеет работать с внешним кэшом, у него RedPrior тайм-аут политики хорошо настраиваются, и в него интегрированы наши трейсы, логи. Мы поняли теперь, как ходить в GraphQL. Мы сделали какой-то npm install, установили клиент. И теперь самое важное, надо начать писать эти запросы. Давайте посмотрим, какую структуру, эволюционным путем мы пришли. Она выглядит следующим образом. У нас монорепозиторий, поэтому сейчас открыт, допустим, проект Яндекс.Аренды. У нас тут есть какие-то фрагменты, фрагменты это переиспользуемые части GraphQL запросов. У нас есть сами запросы и мутации, и у нас есть операции. Операции это как раз сущность нашего GraphQL клиента, которая является абстракцией на запросах и которая позволяет добавлять параметры запроса, такие как тайм-аут, ретраи и параметры кэширования. Также у нас у каждого проекта есть какой-то конфиг. Конфиг описывает параметры соединения с GraphQL сервером. Какими заголовками, хост, порт, протокол и все в этом духе. И еще у нас есть типы, которые мы генерируем из GraphQL схемы. Типы мы генерируем, коммитим вместе с проектом и типы генерируем с помощью npm командочки. Как работает эта npm командочка расскажу в следующем шаге. Сделаю небольшое отступление. Вообще генерация типов в GraphQL это прямо сильная вещь. Давайте приведу примеры. Вот у нас есть запрос из параметров запроса генерируется интерфейс параметров. А из параметров ответа генерируется интерфейс параметров ответа. Кажется все просто, но на самом деле тут очень честная схема. То, что вы попросите в GraphQL сервере отдать, такой тип и сгенерируется. И в целом для работы этой команды под капотом используются пакеты от гильдии. GraphQL код ген. Мы уже давно используем пакеты от гильдии. Они очень гибкие, у них расширяемая система плагинов, они активно контрибьютятся, и как таковых минусов мы не заметили. Мы с вами научились генерировать типы, и давайте поймем вообще, как с ними работать. Сгенерированные типы бывают двух типов. А если серьезно, то типы бывают типами запросов, это собственно все те запросы, которые написали клиенты GraphQL серверу, и модельные типы. Это типы сущностей, которые в целом лежат на GraphQL сервере. Типы запросов удобно использовать для построения редюсеров, экшенов, а уже потом в React коде. А модельные типы иногда полезно использовать в React коде. И вот почему я концентрирую ваше внимание на этом? Потому что если вы заиспользуете модельные типы для построения типа редюсера, то при каждой перегенерации типов, даже если вы не используете какие-то конкретные поля, а на бэкэнде просто добавили новое поле, типизация в вашем проекте будет ломаться. Нужно будет пройтись по всем местам, добавить это поле, и это очень больная история. Но если вы будете использовать типы запросов для построения редюсера, то у вас все будет хорошо. Во-первых, это и честнее контракт, и проблем не вызовет. Мы с вами в целом прошлись по всем тем пунктам о том, как писать код, как интегрироваться с GraphQL с сервером. И подошли к тому шагу, достаточно формальному, но он должен быть у всех. Нужно принять какие-то соглашения с бэкэндерами, договориться о чем-то на берегу. Допустим, это стандартные ошибки. Допустим, а отвечает ручка not found, bad request. Как это должно работать в вашем GraphQL сервере? Об этом вы должны договориться. Почему? Потому что в GraphQL not found тот же самый можно выразить как null. Вам придет в ответе просто null. Или вам придет какая-то ошибка в массиве response errors. Или вообще можно прислать 404 статус кода. На самом деле практически все имплементации GraphQL сервера позволяют отправлять кастомные коды. Но и тут правды нету. И это отдельная тема для еще одного доклада. Поговорим теперь о другом соглашении, о логических ошибках. Допустим, о каких-то валидационных ошибках, об ошибках, которые говорят, что неправильный статус у сущности. У нас унифицированный подход по обработке этих ошибок. Мы завели described error, validation error, и каждая наша мутация возвращает union из успешного результата, валидационные ошибки или ошибки described error. Так как у вас все унифицировано получается, вы можете унифицировать обработку этих ошибок на клиентах. Но это не единственный способ как можно красиво обрабатывать логические ошибки. И вот есть прекрасная статья, где представлено еще несколько. Соглашение patched value. это соглашение для мутаций. Дело в чем? Что null graph coil это валидное значение. И что делать, если мы ничего не передали? Условно работа этого соглашения продемонстрирована на вот этом скриншоте. Если мы ничего не присылаем, то мы ничего и не делаем. То есть прислали null. А если мы присылаем поле со значением null, то мы его зануляем. И если присылаем какое-то значение уже другое, то проставляем новое. И я уверен, что в ваших проектах будут какие-то свои соглашения. И пожелаю вам удачи. Давайте потихоньку подводить какие-то итоги. Вот мы пришли в мир граффуэля три года назад. И что у нас изменилось? Вспомним, как у нас было в двадцать первом году. Упрощенно в двадцать четвертом стало вот так. Все клиенты теперь ходят какую-то граффуэль федерацию. И на самом-то деле тут очень упрощенная схема. Граффуэль федерация нам дала очень много интересных горизонтов. мы сейчас разрабатываем очень хороший rocket science, который полезен для нашего бизнеса. И как только мы его внедрим, я думаю, расскажу в следующий раз о нашем rocket science. Но в целом мы любим contract first, и он остался. Только сейчас мы работаем и с протобафом, и с граффуэль схемой. Мы и оттуда, и оттуда можем генерировать типы, описывать редюсеры, экшены и наш интерфейсный код. А еще очень важная вещь, которую хотели бэкендеры. У нас наконец-таки появился процесс выпиливания деприкейтед полей. Неформальный, автоматический. Вспомним то, что мы коммитим все наши запросы на клиенте в мастер. И когда бэкенд выпиливает какое-то поле на своей стороне в граффуэль сервере, мы можем сопоставить новую схему, которая сгенерируется у бэкэнда, с теми запросами, которые лежат в клиентском репозитории. И мы сразу можем проверить, сломается обратная совместимость или нет. Но тут опытный слушатель сейчас меня поправит и скажет а что если у клиента старая версия, а кода в мастере уже нет. То есть клиенты удалили запрос, но в какой-то старой версии приложения он на самом деле есть. И тут вторая методика есть. Когда бэкенд хочет выпилить какое-то поле из ручки, на своей стороне он может пометить его как деприкейтед. И при использовании этого поля на граффуэль сервере в какой-то ручке будет собираться статистика по использованию этого поля. И вот этот механизм позволяет как раз учесть те старые клиенты код которых уже не в мастере. И в общем по двум этим факторам по статистике использования поля и чеку по реквесте можно абсолютно без участия клиентов определить поле используется или нет. Ура товарищи к вам больше не придут и не будут спрашивать ребят вы используете это поле или нет и все в этом духе. Замечательно? Замечательно. Коротко об итогах. На всех клиентах кода генерации у нас стало лучше если сравнивать с предыдущей архитектурой на протобафе. Вокруг граффуэля вообще большая экосистема. Тот же самый плейграунд намного красивее свагера. Ну это имха если что можем поспорить. Бэкэнд счастлив писать на современных технологиях. У нас появился процесс деприкейтед полей. Мы этого очень хотели. У нас стал честней контракт по сравнению с рестом и протокол баферс. Потому что мы сейчас описываем конкретные поля запросы. И мы на самом деле приоткрыли дверь в какие-то новые подходы в разработке с внедрением Аполло Федерации. Что стало хуже? Ну я думаю тут было очевидно со схемой архитектуры в 2024 годе это зоопарк технологий. Но на самом деле за три года мы почти все переписали ну 70% примерно. И на самом деле это основная часть нашего функционала а оставшиеся 30 наверное останутся до конца всего. Что же дальше? На самом деле мы выработали какое-то промежуточное решение чтобы по большей части перевести наш весь API с REST в GraphQL и к 2024 году мы почти это сделали. Сейчас в моменте мы думаем о том как сделать следующий шаг чтобы открыть GraphQL уже напрямую из браузера. И еще вторая проблема историческое разделение нашего BFF на дата слой и сервер сайт слой не дают хорошо настроить потоковый рендеринг в 18 реакте. это как раз те ребята рассказывали достаточно подробно обо всем первом дне колледжа Са. И в целом на этом все. Спасибо за внимание. Есть ли у вас вопросы? Спасибо, Рома. Вопросы есть? Давай первый вопрос. Блиц. Почему Рома поехал на работу, а не остался почивить на конференции? Релизы. Релизы нужно было катануть, посмотреть, встретить с командой. Отлично. Давайте попробуем понять, есть ли вопросы в зале и сколько их. Вот я пока вижу один вопрос из зала. Вот там вот молодой человек сидит. Давайте дадим ему микрофон. Пока несут микрофон, давай тогда из чата. Так. Не упомянули про кодогенерацию хуков с кверями и мутациями. Используется ли у себя такой инструмент? Тут история в чем? В том, нет, у нас сейчас нету кодогенерации хуков и тому подобных вещей. Мы, сейчас объясню почему. Мы не ходим с клиента вообще в графкуэль напрямую. Мы ходим в графкуэль всегда с нады сейчас. То есть клиентские запросы приходят в наду, а с нады идем в графкуэль. Поэтому там какую-то кодогенерацию тяжело сделать, но мы следующим шагом возможно к этому придем. Спасибо, да, вот там. Спасибо большое за доклад. Вот вы сказали, что вы использовали query и mutation. Что скажете по поводу сабскрипшенов? Был ли опыт? Да, интересный вопрос. Нет, у нас лично не был опыт работы с подписками. Но в целом я так куларах слышал, что подписки это... Там ограниченное количество кейсов, когда их можно использовать. Условно, там заменить какой-нибудь long polling, но допустим транслировать, стримить видео через них или аудио, это там достаточно сомнительные вещи. Но тут, не знаю, более, наверное, офтные ребята с точки зрения подписок графкуэли могут меня и поправить. Спасибо. Есть ли у нас еще вопросы в зале? Кажется, пока не вижу. Тогда давай из чатика еще. Используется ли графкуэль вариаблс или по старинке на редаксе? Графкуэль вариаблс? Я даже не знаю, что такое графкуэль вариаблс, если честно. Я не знаю, если Владислав здесь, может быть, если ты в зале. Может быть, я видел, просто термин может быть, какой-то внутренний наш используется. Давай мы тогда попросим Владислава в чатике или если он в зале прокомментировать, мы попробуем разобраться. И давай дальше. Как убедить бэкэнд разработчика, что с графкуэль не нужно идти от ручек, а нужно идти от сущностей? Блин, вот это просто вопрос в точку. Вот тут я не рассказал, но на самом деле первые наши подходы в графкуэле были, это то, что вот у нас была ручка, которая возвращает что-то в росте, и мы такие, а давайте перепишем ее на графкуэль. Точно такая же ручка в графкуэле получилась. И первые там 10 ручек были таких, и мы такие смотрим, блин, ну что-то профита-то не видно. И на самом деле, да, тут нужно в целом команде изменить парадигму мышления о том, как вообще какие-то данные возвращать на клиент. Там в графкуэле действительно более важный момент, что нужно возвращать сущности, эти сущности будут связаны, схему вашу графкуэль делать более волосатой. Как убедить? Да на самом-то деле не так сложно. В целом, если мы там в терминах DDD будем договорить о всякой вот такой штуке, то в графкуэле будет достаточно описать все основные бизнес-сущности, и чтобы они могли друг друга как-то запрашивать, ссылаться. И на самом деле это заменит прям тонны ручек ростовых. Клиенты сами будут выбирать, как им запросить сущности, с какими полями. Банальное изменение мышления в правильную сторону, оно позволяет действительно сократить то количество кода, которое надо написать. Но это прям сложная вещь, и это приходит только с опытом. А вот смотри про тонну ростовых ручек. Удалось ли достигнуть того, что с помощью графкуэль с одного запроса страница загрузилась полностью? Слушай, в мобильных приложениях да. То есть в мобильных приложениях стала намного эта история лучше идти. Почему? Потому что вот там же вот этот трафик, который гоняется, батарейка садится, и для них прям стал мир намного лучше. На фронтенде же мы не так сильно, я не буду врать, мы не делаем какой-то один общий запрос на всю страницу, потому что мы еще в процессе придумывания каких-то соглашений о том, вот что делать, если вам там пришли нулы. Понятно, что это там деградация должна быть на клиенте, но вот эти правила мы еще вырабатываем. И возможно выработаем как раз в следующем подходе и придем расскажем. Отлично, а давай теперь немножко про проблемы поговорим. Довелось ли решать проблемы, связанные с ограничением GraphQL, например, загрузки файлов? Слушай, ну вообще обычно файлы не загружают с GraphQL, обычно как это устроено? То, что у вас есть какие-то отдельные ручки, которые напрямую грузят что-то в Uploader какой-нибудь там S3, не знаю, что-нибудь. Эти ручки возвращают вам просто аидишники или пути, куда это сложилось, и вы в GraphQL уже непосредственно складываете аидишники этих сущностей и все в этом духе. Поэтому, не, у нас проблемы даже такой не было. Если я правильно понял вопрос про большой, допустим, payload в GraphQL там бинарный, не, мы складываем не через GraphQL в какое-то хранилище, картинки и тому подобные вещи, а в GraphQL и в ручках мутациях сохраняем только аидишники. Ну, хорошо, давай, Владислав, если здесь, то он нам скажет, ответил ты или нет, по-моему, мне показалось, да, есть вопрос вот здесь, вот в этой части зала спереди. Настя, вот сюда. Да, спасибо за доклад. Хотел задать такой вопрос. Есть ли у вас какие-то ограничения по вложенности на запросы? Отличный тоже вопрос. Это GraphQL complexity считать запросы. действительно, если у вас получается идиоматичный GraphQL сервер, где много сущностей, каждую сущность можно запросить через каждую, и вот эта проблема возникает. Тут нужно понимать две фундаментальные разницы. Когда мы делаем какой-то GraphQL API наружу, там действительно это огромная проблема, и там надо закладывать какие-то инструменты, по которой считают на входе стоимость запроса и как-то обрезают его и сразу говорят, или делать такой dry-run режим на GraphQL сервере, куда можно прислать запрос, и вам в ответ придет его, в общем, можно исполнить или нет, сколько еще там можно дозапросить сущностей. У нас такого нету, потому что мы свое API используем только внутри продуктовой команды, и на самом деле оно у нас еще не так хорошо волоса-то связано, этот термин в GraphQL мире существует, чтобы условно рекурсивно запросить все сущности. Ну и у нас, если такая ситуация даже возникает, вся команда разработки наша, мы быстренько починим. Но если GraphQL API публичный, который вы экспозите кому-то наружу, то там, да, это, наверное, один из первых вопросов, которых нужно позаботиться. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы в зале? Может быть, я отвлекся на чатик? Кажется, нет. Давай тогда вернемся, помнишь, к тому вопросу про графQL variables, тут нам пояснили, это реактивные переменные. Стало ли понятнее? Блин, сори. Я не использовал. Смотри. Может, травер? Хорошо. Ну, я думаю, что мы можем еще, знаешь, с тобой что сделать? Мне надо код посмотреть. Чатик, да, ты можешь посмотреть. А мы можем вернуть на секунду, условно говоря, слайд с контактами Ромы и просто пообещаем, что Рома... Да, можно ко мне вернуть. Что-нибудь, да, у него там телеграм указан, если что, Рома вернется и расскажет или в чате. Хорошо, с этим разобрались. И еще есть вопрос про директивы, которые являются нестандартом, например, экспорт. Экспорт директивов, графQL, когда мы описываем графQL запрос, скорее... Ну вот смотри, есть нестандартные директивы при описывании запросов, когда мы работаем с графQL федерацией. Там реквая, кейс, все в этом духе. А в чем вопрос-то? Я не понимаю. А вопрос используете ли? А, ну, конечно, когда вы используете Apollo федерацию, вам приходится писать запросы, условно, не совсем по стандарту графQL. Это да. И у вас, условно, это немного неприятно, это немного нарушает девелопер экспириенс, потому что ваши дефолтные инструменты, которые читают графQL синтаксис, они такие говорят, блин, ты что тут написал? А ты такой, не, нормально. Вот. Поэтому да. И такое приходится использовать. Да, это хорошо. Ребят, есть ли вопросы в зале? Потому что в чате у нас вопросы кончились. Если вопросов в зале больше нету, то мы можем еще раз поаплодировать Роману, поблагодарить его за доклад. Редактор субтитров А.Семкин,